Друзья, всем привет! Приготовила кушать детям. Емеля сейчас должна уже прийти со школы и на тренировку ехать. Она опять начинает, мама, можно я не пойду сегодня? Я говорю, нет, пойдешь. Надо ей какой-то стимул придумать. Вот как ей стимул придумать? У нее иногда бывает вот так вот, что она не хочет идти. Я понимаю, что 5 раз в неделю это очень много. Да, что она хочет погулять, но на улице все равно дождик такой идет. И все, она видит, что другие дети идут просто домой, ничем не заняты. И, конечно, вот это очень действует. Вот в прошлом году у нас очень активный был конец года, когда у нас были соревнования какие-то. Я прям видела, как у нее есть вот этот стимул. Сейчас они пока только раскачиваются. Наш тренер была занята весь август своими судейскими делами. Она ездила у нас судить чемпионаты. И девчонками занимались, ну, тренера, но не их тренер. Емилия очень ее ждала, все спрашивала, когда она будет, когда она будет. Она прям так радуется, когда вот именно наш тренер ведет. Очень ее любит, хочет, чтобы именно она вела. Надо Сандра тоже куда-то определять. Вот у нас сейчас в Радуге будут уроки английского по выходным. Хочу, чтобы он сходил на пробный урок в Радугу. И, ну, там нет вот такой лепки для взрослых. Там есть рисование. Надо спросить, может, на рисование будет ходить. Потому что у него вот эта вот творческая у нас натура. Ему надо вот эту степь развиваться. Он рисует хорошо. Вот у нас, кстати, в семье, у меня лично, да, мне папа очень хорошо рисует. У меня мама очень хорошо рисовала. У меня сестра очень красиво рисует. Брат у меня вообще рисует так, что я вам как-нибудь покажу. Это, ну, это от Бога просто. У него есть какие-то документы. Он ходил куда-то учиться тоже после школы. Он рисует так, что это вообще, я помню, в детстве он рисовал машинки, танки, какую-то технику. Вплоть до таких мельчайших деталей. Это вообще, он комиксы рисует. Он своим детям рисует разукрашки. Он настолько красиво рисует. Это талантище просто. Вот на мне это отдыхает. Я вообще не умею рисовать. Я могу срисовать, но рисовать я не умею. Вот Сандр умеет очень красиво рисовать. Виталий вообще, у него почек-то там с трудом можно прочитать. Вот так вот, да. Сандр очень хорошо рисует, очень хорошо лепит. У меня тоже фантазия уменит клепки. Как-то вот так вот. Творческий у нас человек, надо это как-то развивать. Вот. Что хочу еще сказать. Мы купили стиральную машину! Эээ, стиральную. Купили посудомойку! Вернее, не мы, а Виталий купил посудомойку. Вернее, он мне сказал, выбери и купи. Вот так, он сказал. Села, выбрала и купила сразу. Быстро. Вот так. И сегодня мы поехали... Пах, поехали. Поедем ее забирать. Я ее купила у Зе. Заговариваются? Купили мы ее позавчера, по-моему, или поза-позавчера даже. И сегодня мы поедем ее заберем. Когда вот пробки исчезнут. Вот Верка Каупа купили. Купили Бош, как я хотела. Вернее, его купил. И очень долго я боролась с собой, что я хотела трехъярусную. То, что сверху отодвигалась. Куда можно складывать было ножи и вилки. Отзывы были и хорошие, и плохие. Что-то трехъярусные не очень хороши. Тем, что вот этот третий этаж, он немножко нехорошо промывается. Но меня бесит вот эта вот корзина, которая, например, у нас на работе. Она меня просто нервирует. Каждый раз, когда я разбираю посудомойку на работе, я прям переплевываюсь. Да что ж такое-то эта корзина. И потом обратно не поставить. Все вот так вот туда накидали, как было. И так сойдет. А когда выдвигаете, туда все-таки можно так поставить хорошо все эти ножи вилки. Потому что я когда была на практике в одной из поликлиник, у нас там как раз была которая с верхним ярусом. Вообще все отлично отмывала, промывала. Никаких проблем вообще не было. Не знаю, если человек ставит там настолько грязные ножи вилки, ложки свои, то, конечно, может быть, не отмоет. И, в общем, боролась я, боролась, боролась я, боролась. И решила, что беру все-таки трехъярусную, как и хотела. Вот я вот, да. У меня уже Виталий сказал, ну не понравится, купим другую потом. Ну ничего страшного. Вот, счастье привалило нежданно. Я прямо, знаете, я вот три дня мою посуду. И такая говорю, все, это последние разы, когда я мою посуду. Да, Эмилич. Молодец, ты хорошо спеваешь. Хорошо спеваешь? Да, хорошо спеваешь. Вот это что? Можно я сегодня что-то другое наперекушать, мне морковку? Ну, посмотрим, что-нибудь тебе приготовим. Вот так, какой-то салатик или что-то такое. Салатик? Да, пусть во время у нас будет многое. Я могу тебе маленьких помидорок дочерем, огурчики могу нарезать. Ну, посмотрим, что-нибудь придумаем. Салатик. Что-то можно лишать немножко сладенького. Сладенького. Угу. Чтобы это силы и энергия было. Банан? Не, банан. А давай банан нарез кусочкой. А, ну хорошо, сделаем. Давай. Так, мама. М? Мне нужно, как-то, два латчбокса. Я тебе закажу супер вар и крутой латчбокс. Угу. И бутылку хорошую закажу. Да. Ладно, пока. Пока. Умничка домой едет. Перекус хочет. Они приезжают где-то на полчаса раньше. И они с подружкой еще перекусывают. Наверное, это сил. Потому что, ну, два с половиной часа тренировка. Очень активная. Она в прошлый раз, говорит, прямо вспотела. Ее хвалили тоже. Шьем мы купальник. Я уже сделала предоплату. Сняла все мерки. Ну, если швея сошьет так, как я хочу, это будет просто очень классный купальник. Я вам ничего показывать пока сейчас не буду. Я надеюсь, что мне все придет в срок. Потому что нам уже надо в октябре. У меня, кстати, мама была швеей, да. И она меня в свое время пыталась научить шить. Но я сразу сказала, мама, это не мое. Вот сестра умеет шить, а я нет. Я говорю, ну, вот Виталия у нас есть. У нас, кстати, швейная машинка есть. Если я купил себе Виталия. Я вот вообще-то шитье это не мое. Не знаю почему. Я лучше укольчик сделаю. У меня вот как-то вообще в другую степь пошла. Я не знаю. Ну, тоже неплохо, что. Знаете, что еще хочу сказать? Помните, я говорила, что мне надо на работе сдавать лове ТНТ. Который даст мне разрешение сделать внутривенное лекарство вводить. Давать сильные опиоиды. И, ну, там еще некоторые вещи. Я его не сдала. Вернее, я его сдала. Я сдала самые трудные его части. А самую легкую часть я заборола. Представляете? Все просто в шоке от меня. Потому что, ну, как бы все были уверены, что я сдам с первого раза. Многие, конечно, офигели, что я с первого раза все почти сдала. Я сдала переливание крови. Для меня, кстати, вот это было самое такое трудное. Переливание крови. Потому что я не помню его. Я никогда не могу запомнить. Вот эти там столько нюансов. Там столько вот этих состав крови. Настолько разные. Там вот все вот эти нюансы. Очищенная, неочищенная. Там, оаа. Как бы я сидела дома, решала. Я, честно скажу, я очень мало прочитала теорию. Я делала просто эти. Решала задачки вот эти. Вопросы-ответы, вопросы-ответы. Да, нет, да, нет. Правильно, неправильно, правильно, правильно. Я себя натаскивала чисто по ним. Потому что экзамен был точно такой же. Я просто запоминала ответы. Ну, как бы что-то, конечно, я знала. И не так, что совсем тук-тук-тук. Как бы, да, еще со школы я знала, я помнила. У меня ответы были 90-100% правильные. Можно сделать 4 ошибки из 20 вопросов. В общем, этот тест я прошла. Потом следующий я делала тест по прививкам. Кстати, по прививкам у нас многие жалуются, что очень трудно. Прививки я знаю. В школе для меня это очень легко было. То есть, я про прививки вообще мне легко было. Мне ни одной ошибки, по-моему, там не было. Одна, может, ошибка из 20 была. Тоже можно было 4 сделать. Прошла я прививки. Потом у меня была теория по ИВ. Внутривенно-интравенозе. Это называется интравенозе. Да, интравенозно. Сделала я его теорию. По-моему, одна у меня ошибка тоже была. И сделала я расчеты. То есть, лак и ласкут было ИВ. Надо было сделать. Большинство сыплется на них. Потому что они очень такие замудренные. На самом деле, ничего трудного, если мыслить логически и не брать во внимание очень много лишней информации, которая дает задание, задачи. Она дает слишком много лишней информации. Было 5 примеров, из которых 5 должно быть правильно 100%. То есть, это я тоже все решила. И засыпалась на боли. Уход за болью. Две части. В каждой по 10 вопросов. Можно сделать две ошибки. У меня в одной было 3, в другой было 3. Не знаю почему. Я списываю на то, что я делала в конце рабочего дня. И я уже у меня... Как бы... Больше часа я уже решала. Голова немножко устала. И я уже кликала так, чтобы только домой уйти. Этот экзамен я пересдам в понедельнику. За 10-15 минут. Уверена, что сдам. Немножко еще почитаю дома. То есть, вот так вот. Так что, почти я его сдала. Мне не все части надо сдавать. Потому что я сдавала год назад экзамен, который делает Ляхи Хойта. И сдала я его с первого раза тогда. Там тоже были Ляхи Раску. Там была теория. И там была опиоиды только легкие. В общем, да. Я его сдала с первого раза. Вот этот экзамен, видите, на боли завалила. Но не надо сдавать все. Надо сдать вот только эту часть. И она... Она самая легкая, я вам честно скажу. Все говорят, что она самая легкая. И самое интересное, я ее больше всего боялась. Я была уверена, что я ее не пройду. Вот я себе как установку дала, видите. Я не прошла ее. Так что теперь надо установку давать, что я пройду. Вот и все. Конечно, пройду. Так, давайте я буду делать эту уборку. Сейчас Миля уже приедет. У меня еще аккумулятор садится. Друзья, всем привет. Рады вас приветствовать на нашем канале Юлика Лайф-блог. Ну что, отправляемся за новым приобретением. С Андрюча с нами. С нами все. Гена Турва и Дюша Метелка. Турва и Дюша Метелки на тренировке. Не кушай Метелки, да. Треб перестраивать. Треб перестраивать. А что вы думаете, с Андрючей с нами просто так ездит? У него своя выгода есть. Мы узнаем, что это посудомоечная машина. Он хочет купить все попрыгунщики в мире. Он говорит, я тебе говорю, у тебя же есть два про запас. Про какой запас? Про запас 10. Те попрыгунщики очень, другие попрыгунщики очень не высоко прыгают. А вот эти очень высоко. Прыгучие? Да. Я первый раз, когда его подкинула, он так высоко подлетел. Я аж не увидела его там. А у нас, друзья, кто помнит, в наше время были черные вот такие попрыгунщики. Вот это были попрыгунщики. Вот они были до пятого этажа прыгали. Иногда если сильно ударить до девятого этажа, то летали. Но они очень были тяжелые и очень много билось стеклянами. Теперь у нас на новое место они переехали. Мегин, какой-то там, Мегин Тиэ или какой-то там, не помню адрес. Сейчас скажу. То есть я стиральную машину получала вообще в другом месте. Как-то они так оперативно свернулись. Госте, Мегин, Куя-1. Вот теперь они куда переехали. Мы все равно близко с Юмбо. Только в другой стороне. С другой стороны Кехи оказались. Поддержите, получим. Покажу свой самый телефон. Тифон покажу. У меня там музон идет. Ну что, вот наш Бош-щизотронник. Чизо-щизотронник. Полу интегрированное. Кручи, верчи, запутать не хочу. Да крути уже, не в ту сторону крути. Вот. Все, все, что мы видим. А я только сегодня посуду помыла. Максимум можно тонну сверху. Сверху ничего нельзя, по бокам можно. А, по бокам? Ладно, все, погнали. В Юмбас за попрыгунами. Друзья, самый прикол в чем? Этот новый склад, они как-то вообще не продуманы. Но, видать, это не они делали. Это было уже на них. Короче, там этих спящих полицейских, через каждые 50 метров надыркано. Их можно... Их можно змейкой объехать, конечно, но все равно, сам факт, вы получаете всеразличную технику, дорогущие телевизоры, да? И там вот такие вот кочки, которые надо проезжать. Ну, как-то вообще вот это у них... Прогадали они в этом. А, кстати, это парковка на... А, в этом сам аэропорт. Огромная парковка. Это самый край ее. То есть она там вообще здоровенная. Это аэропорт Ванта-Хельсинки. Многие почему-то думают, что аэропорт находится в Хельсинки. На самом деле он в Ванта. Это находится аэропорт Ванта. Причем еще на самой окраине. Но называется он как в Ванта-Хельсинки. Чтобы Хельсинки, видимо, не обижать. Да-да-да. Считается, что это Ванта-Хельсинки аэропорт. Хотя он в Хельсинки вообще никаким боком. Я говорю, только сегодня посуду помыла, а мне это самое... Ты хоть оставила, надеюсь? Ничего не оставила. Ну, как так? Сейчас срачно надо пачкать всех. Срачно надо пачкать. Срочно сейчас. И срочно срачно пачкать. Сейчас срочно зарядим гриль. И спачкаем всю посуду. Все, что только можно. Наживилки, кастрюли. И пойдем все мыть. А у тебя таблетки куплены? Да. Ты же монтировал видео. Ты же видел, что у меня 10 таблеток на рассадку. А, да-да-да. У тебя же там гад как будто-то было. А, па. И потом еще говорили, в Истанской армии недовщины нету. А, Гасси нету. По крайней мере, на нашу учебку хватило сполна. А после нашей все закончилось с тем, что наш гарнизон в Таппо был частично расформирован. Там начальство и все начальники, высокопоставленные наши командиры, были уволены, разжалованы. Там такое было, что ого-го. Из-за дедовщины? Да, из-за дедовщины. Дикий прапор был уволен за то, что обворовал все, что только можно. То есть там мы за время учебки получили пару носков, пару трусов и пару майк. Все. А когда приехала в конце учебки через 3 месяца комиссия, у них были глаза вот такие. Почему мальцы ходят в драных носков, где только одна пятка, даже пятки не было, и носков не было. То есть пальцев не было, да? Только середина была. И у них такие глаза были. Эти совдеповские, российские, даже не российские, но советские кирзачи. Вот такие вот, уже все гвозди повылезавшие. У них ботинки у вас должны были быть. Да, у нас уже должно было быть все другое. А потом выяснилось, что все наши вот эти дикие прапора, все это в карман, все это продавалось. А на нас все же... Представляешь, мы закончили учебку, где-то оставалось пару дней, когда комиссия приехала. Нам за один день выдали все, что было положено. Мы там с такими пакетами выходили из этого склада, носков там на всю жизнь вперед, и маек, и трусы, и все, что хочешь, блин. А у нас все пакет. А это потом сдавать все надо? Нет, это все, это расходник. Но ты, я с тобой тогда познакомилась, у тебя было две белые маки, ты сказал, что с армией. Да. Это не такое качество хорошее такое. Да, тебе остается все. Единственное, надо было сдавать... Не успех сносить, да? Единственное, надо было сдавать форму. А форму все и так там набрали себе. Всякими путями, но все набрали. Я, кстати, даже эту маску, эту военную, эту нидерскую, ее умудрился упереть. И, правда, за это... А меня потом высчитали, с моего конечного жалования высчитали за нее, за потерю и утрату. Что-то я не видел у тебя ее. А я уже не знаю. Александр нас тут заявил, что он в российскую армию хотел. Да, и российское гражданство получить он собирал. Собирается получить российское... Я не знаю, каким образом. Он просто в России на много лет, там все по-русски разговаривает. Ну, никуда там шарики. Что-то потерял с шариками. Да. Покажи ее. Да, главное, и не показывай. Ну, я смотрю. Вот она. Одна сидит устала. Перекур. Другая с шариками заблудилась. Что, пятница чудесная. Куда щемить? А, ну да, сегодня пятница, многих зарплата. Кстати, у нас с Юлей зарплата на следующую неделю. Да. Потом мне только через месяц. Я думаю, в пятницу надо сделать шопинг. Следующую. Ну, что будет? Не сегодня, а следующую, конечно. Я все время спрашиваю, как они на таких машинах кататься и заворачивают? Не знаю. Ну, у них... Что у нас сегодня, много народу здесь? Не работает. Кстати, убрали больше это табло, больше не работает. Он углючил, он всегда показывал. Одно и то же оно показывало. Либо 700, либо 700, либо осталось 30, что-то такое там. Ну, а теперь внутри, вон. И, кстати, мы каждый раз сюда заезжаем или куда-либо, где у нас всякие ограничения. И каждый раз у нас все цепляется. И потом мы только поняли, что это антенна. А я уже там на измене. Думаю, все, полкрыши осталось. Куда мы с тобой заехали? Помнишь, что? Дом, бом. А, на Кирпуху. Не на Кирпуху, а это Варварлендзель. А, сюда? Да-да-да. И там такой скрежет. Я уже думал, все, Кирдык, полкрыши оставил. А это антенна, сволочь. Так. Вообще не вижу ни одного зеленого ДНК. Платя горит 4. Может, заделаемся под... Да, что-то от Кирпуса. Смеем? Как зеленая? Два зеленых. А, нет, вон, сейчас машина выехала туда. Я думаю, что здесь просто неправильно припарковано. Нет, правильно. Но мы сюда не влезем. Узко. А, ну да. Кирпус стоит. А, подожди, а у нас сюда будет хорошо смешно. Друзья, мы в Юмбо, в Кэй-Сити Маркет. Смотрите, нифига тут такой ассортимент. Такая красота теперь. Разные. 19,95 цена. Ну, ассортимент у них уже так увеличился. По-моему, было раньше поменьше, да? А вот все, что у них есть. Сушики. Классно. Фига, смотрите, новая батарейка. Появилась какая-то. Ремикс. Такую еще не видел. 2,50 у нас, вон. Хотите попить? Бутылочка воды. Евро 95, полулитровая. Лимонадик 2,19. Но это у кассы тут всегда такие цены. Фанта 2 евро, пол-литра. Вот так вот. Короче, Сандр обломался своими попрыгунчиками. Нету маленьких. Купили ему один большой. А мы можем здесь у детей цифру прям покупать? Да, все разобрано у детей. Все. Теперь домой. Пупыч уже пришла с тренировки. Вся недовольная. Почему она дома одна? Так что едем теперь устанавливать нашу посудомоечную машину. Ну что, притащили мы домой. В принципе, она не тяжелая такая. Чуть меньше 40 килограмм. Для нас с Юлей это уже вообще не вес. Как пушинку затораканили. Так, смотрим. Самое интересное. Вот сюда она должна встать. Мне сейчас надо будет взять дрель. Шуруповерт раскрутить. Все, что тут есть. Снять здесь все. И будем пытаться ее засунуть. Ну, посмотрим, что получится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok